Теперь снимок переходит не на рентгеновскую пленку, как раньше, а на электронный файл, который ни врач, ни пациент уже точно не потеряют. Результат будет храниться в базе данных долгое время. Но самое главное, на цифровом рентгене снимок не нужно проявлять. Это более быстрое изображение, то есть можно получить, оно уже на экране выводится менее чем через минуту. Нет необходимости ходить его проявлять. То есть была отдельная комната проявочная, там были растворы, нужно было закупать проявители, фиксажи, лаборант это все проявлял вручную, соответственно, потом это все на пленке мы смотрели, ну как стандартный рентген. Просветить можно, как говорится, до самых косточек. И при необходимости рассмотреть мелкие детали. Можно масштабировать, вращать, менять яркость для лучшего обнаружения процессов. Но самое главное, доза облучения на таком рентгенаппарате в несколько раз ниже, что важно для всех участников процесса, пациента и врача. Последним, кстати, в день приходится делать до 30 таких обследований. Это обследование с помощью данного оборудования проводится, конечно, только по показаниям. То есть это не какое-то стандартное скрининговое обследование, как флорография. Естественно, тут смотрится чисто патология костной системы других органов. То есть это по показаниям обследования. Цифровой рентгенаппарат дает возможность исследовать больше точек организма. Это диагностика заболеваний органов грудной клетки, суставов, костей, позвоночника. А также патологии в области неврологии, урологии и травматологии. Травматолог-ортопед направила для того, что наблюдаться надо постоянно, регулярно, чтобы не допустить ухудшения. У меня проблемы со спиной, поэтому обследование очень жду. Говорят, что этот аппарат очень точно будет все определять. Седьмая поликлиника обслуживает около 25 тысяч пациентов. И только за 22-й год здесь делали больше 5000 рентген исследований. Новое оборудование позволит в несколько раз эту цифру увеличить. Мария Мацев, Александр Антропов. День с толком.